Hello, hello! Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. My name is Елена. Меня зовут Елена Викторовна. И сегодня у нас 72-й урок из нашего большого курса для новичков. Большой подробный курс по английской грамматике. Причем здесь мы, в данном плейлисте, не разбираем теорию. Мы смотрим, как все это работает на практике. Теорию вспоминаем с вами очень-очень кратко, буквально за парочку минут. И нас интересуют, конечно же, примеры, как это все в английском языке работает, все эти правила, все эти артикли и же с ними. Итак, сегодня у нас продолжение урока по артиклю the – частные случаи. Смотрим, что у нас с артиклями бывает. Мы знаем уже, что у нас огромное количество исключений. Как это не прискорбно, как-то не печально, но исключений очень много. И нам их все нужно запоминать, потому что логики в этом абсолютно никакой нет. Итак, можно выделить несколько общих принципов. В этом уроке мы с вами поговорим о случаях, когда за не нужно. Первое – это когда мы говорим о какой-то общепринятой концепции или идее. Идеи, которые, например, всем понятны без дополнительных пояснений. Сюда относятся абстрактные понятия типа love – любовь, hatred – ненависть, fear – страх и так далее. Далее, когда мы говорим о видах спорта – I play football, I play basketball, артикль также не нужен. С названиями языка – I study English, мы не используем артикль. И названия школьных предметов – I like math, я люблю математику, также артикль не нужен. В принципе, ничего такого мега сложного, запоминаем с вами, можно так сказать, нулевой артикль, да, случай с нулевым артиклем в английском языке. People need science to know more about the world they live in. Людям нужна наука, чтобы узнать больше о мире, в котором они живут. Итак, science – наука. Это абстрактное понятие, которое абсолютно всем людям с достаточным уровнем образования понятно, да. Что такое наука? Это область знаний, которая изучает какие-то там отдельные компетенции, да. So, people need science. Людям нужна наука. Science, как видим, без артикля. Ни a science, ни the science. Ничего вообще не надо. Science и точка. Пример номер два. Forensics is an interesting science. Суд, медэкспертиза – это интересная наука. Для кого-то, возможно, это так и есть. Сложный термин forensics. Forensics. Да, у нас тут такое как бы необычное звучание слова, надо запомнить. И что мы видим? Мы видим, что появился артикль a – an interesting science. Почему в первом случае артикля не было, а во втором появилось? Потому что в первом случае у нас как бы абстрактное понятие просто – наука. Безликая, непонятно из какой области. А здесь уже область обозначена, да. Это область суд, медэкспертиза – forensics, да. Поэтому мы добавили артикль n, в данном случае n, потому что следующее идущее слово – interesting – начинается на гласную i. Forensics is an interesting science. I'm struggling with physics, chemistry and math. Я сражаюсь с физикой, химией и математикой. Сражаюсь, ну тут struggle – это буквально перевод «сражаюсь», да. А вообще как бы пытаюсь освоить, да, но у меня трудности. Пытаюсь достичь успеха, испытывая трудности. Struggle, да. I'm struggling with physics, physics, chemistry and math. Физика, химия, математика – все это названия школьных дисциплин, учебных дисциплин. Никакие артикли не нужны. Когда я была молодой, я изучала историю, географию США, музыку и историю. When I was young – когда я была молодая. I studied – я учила. Дальше идут, опять же, перечисления различных учебных дисциплин. Артика не нужен. U.S. – это сокращение United States, да, U.S. Geography. То есть какая география? География США, но все равно это как бы область учебных знаний, да. Music – музыка, history, история. Biology is a science about life. Биология – это наука о жизни. Опять же, мы здесь даем конкретику, что такое биология, какая это область науки. Air science, поэтому «э» появилась. Ну, вот картинка вам, forensics. Так, давайте повторим эти примеры, двинемся дальше. People need science to know more about the world they live in. Forensics is an interesting science. I am struggling with physics, chemistry, and math. When I was young, I studied U.S. Geography, music, and history. Biology is a science about life. Так, двигаемся дальше. Шестой пример. Skating is Anne's favorite sport. Катание на коньках – это любимый вид спорта Анны. Итак, видим, что skating – это название спортивной деятельности. И, соответственно, здесь никакие артикли не нужны. Favorite sport – любимый вид спорта. Skying is an Olympic discipline. Катание на лыжах – это олимпийский вид спорта. Ski – это кататься на лыжах, соответственно, skiing – катание на лыжах. Также артикль не нужен. Olympic – это олимпийский. Discipline – дисциплина. Олимпийский всегда пишет с большой буквы, обращаем внимание. I go jogging because I want to lose weight. Я бегаю, потому что хочу сбросить вес. Go jogging – заниматься бегом. Jog – это пробежка. Имеется в виду не активный быстрый бег, а вот то, что, знаете, бегают в парке, бегают там по кварталу с утра. Вот это называется jogging. И, соответственно, I go jogging без артиклей. I'm more interested in the shooting part of biathlon than the skin part of it. Okay, I'm more interested in. Я больше заинтересована в чем? То есть, меня больше интересует что? Be interested in. Запоминаем устойчивое выражение. In the shooting part – стреляющей части, если переводить дословно, shooting – это стрельба, да? Part – это часть чего-то. То есть, мне больше интересует та часть, которая содержит стрельбу. Shooting part of biathlon – биатлона, нежели than the skin part, нежели та часть, где кататься на лыжах. Так, shooting part, skin part. Видим один шаблон. I'm more interested in this than in that. Меня больше интересует это, чем то. И полный вариант фразы. I'm more interested in the shooting part of biathlon than the skin part of it. Видим the part. Просто часть у нас конкретная. The shooting part. The skin part. И the относится к слову part, а не к слову skin или shooting. Хотя сам biathlon, он используется без артиклей. Пример 10. I like watching boxing on TV. Мне нравится смотреть бокс по телевизору. Watch boxing – смотреть бокс. Также артикля нет. Так, ну и что? Что? Повторяем наши примеры, да? Skating is Anne's favourite sport. Skiing is an Olympic discipline. I go jogging, because I want to lose weight. I'm more interested in the shooting part of biathlon than the skiing part of it. I like watching boxing on TV. Двигаемся дальше. Вторая половина нашего урока. Здесь мы будем говорить о языках. English is the most spoken language in the world. Английский – это самый популярный язык в мире. То есть, на нем говорят больше всего людей. Видим, что English английский используется без артиклей. Так, it is the most. Это самый. То есть, из всего многообразия он самый-самый по какой-то характеристике. Поэтому говорим the most. И с превосходной степенью прилагательных. Мы всегда практически используем the. Очень подробно мы будем говорить об этом в теме прилагательной. Буквально через десяток юнитов. Пример 12. Многие русские устойчивые выражения путают иностранцев. Пазл – это мы знаем слово пазл как головоломка. То есть, путаница, что-то запутанное. И, соответственно, глагол пазл – это запутать. Здесь expression – это выражение. Many Russian expressions – многие русские выражения. Пазл – foreigners. Foreigner – это иностранец. Здесь Russian работает как прилагательное. И артикль, если бы и нужен был, он бы относился к слову expressions. Потому что Russian здесь не как русский язык. Какой? Русскоязычный. Many Russian expressions – пазл – foreigners. Spanish and Italian are easy to learn, especially one after another. Испанский и итальянский легко учить, особенно один после другого. Мы с вами знаем, может быть, может вы не знаете, но испанский и итальянский – это родственные языки, в которых отличаются буквально там окончания, а суть как бы очень сходится. Поэтому, кто знает, например, испанский, ему очень легко выучить итальянский. Кто знает итальянский, тому легко осилить испанский. Примерно как «зная украинский», очень легко понять польский и наоборот. Или там «зная украинский», легко понять белорусский. Spanish and Italian. Здесь у нас языки Spanish – испанский, и, соответственно, Italian – итальянский. Также никаких артиклей перед этими словами нет. They are easy to learn. Их легко учить. Be easy to do something. Когда что-то легко сделать. These languages, Spanish and Italian, are easy to learn. Especially, особенно. One after another. Один за другим. То есть один после другого. One after another. French is considered to be a language of love. Французский считается языком любви. То есть когда он признается в любви на французском. Sad, have you. Да, это великолепно. French. Французский. Опять же, свободное от каких-либо артиклей слова. Be considered to be. Считается. Весь оборот. Be considered to be. Это считается. Be будет меняться по временам. French is considered to be. A language of love. Язык любви. Chinese and Japanese are very difficult for Europeans to understand. Китайский и японский очень трудны для понимания у европейцев. Chinese – китайский. Japanese – японский. Видим также названия языков, которые без артиклей. Be difficult. Быть трудным. They are difficult. Они трудны. Для кого? For Europeans, для европейцев. to understand, чтобы их понять. For someone to do something. Давайте повторим еще раз наши примеры. English is the most spoken language in the world. Many Russian expressions puzzle foreigners. Spanish and Italian are easy to learn, especially one after another. French is considered to be a language of love. Chinese and Japanese are very difficult for Europeans to understand. Great. Let's go next. И последние пять примеров. A lot of people believe that there is no love without pain. Многие люди верят, что не бывает любви без боли. Вот такое вот интересное утверждение. В какой-то момент жизни действительно кажется, что это так. Но на самом деле, если вспомнить поговорку «от любви до ненависти один шаг», то действительно что-то в этом есть. Нас интересуют здесь слова love и pain как абстрактные понятия, как концепции, которые понятны всем. Соответственно, они используются в единственном числе как неисчисляемые, без каких-либо артиклей. Так как перед словом love стоит местоимение no, оно бы в любом случае поглотило все артикли. Но перед pain мы видим, что ничего не стоит. То есть pain свободно от артиклей. Pain – это боль. Love – любовь. A lot of people believe. Многие люди верят. Во что? That there is no love, что нет любви without pain, без боли. Let's play chess. Давай поиграем в шахматы. Chess – это спортивная дисциплина. И, соответственно, лучше было бы, наверное, этот пример переставить чуть ранее, где мы говорили, помните, о видах спорта. Ну, в любом случае, правило тоже. Play chess – без артиклей. Но обратите внимание, что если бы мы сказали play the violin, например, то артикль бы появился. Sense of humor is a good quality to have. Чувство юмора – это отличное качество, которое нужно иметь. Sense of humor – чувство юмора. Чувство юмора – это также абстрактное понятие, как pain и love. Sense of humor. И, соответственно, здесь не нужен никакой артикль. Is – чувство юмора – это. A good quality to have – это хорошее качество, которым было бы хорошо обладать. Quality – качество. The only thing necessary for the triumph of evil is for a good man to do nothing. Единственное, что необходимо, чтобы зло восторжествовало, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Очень интересное выражение на самом деле. Когда люди, хорошие люди, которые могли бы сделать мир лучше, опускают руки и ничего не делают, то автоматически мир скатывается в пучину. The only thing – единственная вещь. The only – единственный. Necessary – необходимое. То есть то, что необходимо. The only thing necessary for the triumph of evil – для торжества зла. Слово evil – зло. Это абстрактное понятие, общечеловеческая концепция, поэтому используем ее без артиклей. Triumph – триумф. Торжество. For the triumph of evil – для торжества зла, или чтобы зло восторжествовало. И все, вот эта большая гармошка. The only thing necessary for the triumph of evil – все это – это подлежащее. Дальше идет сказуемое – is – это. То есть для того, чтобы зло восторжествовало, нужно что? For a good man – для хороших людей. To do nothing – ничего не делать. То есть чтобы зло восторжествовало, нужно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Philosophy is not easy to understand. Философию нелегко понять. Philosophy – философия. Также абстрактное понятие. Ну, в принципе, друзья, мы повторяем еще раз эти примеры, и мы с вами подошли к концу урока. A lot of people believe that there is no love without pain. Let's play chess. Sense of humor is a good quality to have. The only thing necessary for the triumph of evil is for a good man to do nothing. Philosophy is not easy to understand. И, друзья мои, здесь, скажем так, песня такая, которая, мне кажется, вас может заинтересовать. Певица Эми Ли называется Love Exists. Рекомендую посмотреть official video, так оно и называется в YouTube, official lyric video. Там полностью во всем видео текст песни прописан на английском, поэтому очень легко будет понять. И вот почему я добавила. Потому что здесь очень часто используются понятия love и какие-то абстрактные понятия. Love makes no sense. Love has no name. Love drowns you in tears. And then sets your heart on fire. Love has no fear. Love has no reason. Давайте переведем. Love makes no sense. Любовь бессмысленна. То есть, как бы, невозможно ее понять умом. Love has no name. В любви нет имени, названия. Love drowns you in tears. Любовь подтопит тебя в слезах. And then sets your heart on fire. И спалит твое сердце. Set on fire. Спалить. Love has no fear. Любовь не знает страха. Love has no reason. Для любви нет причины. Sense. Так. Fear. В принципе, reason. Reason. Спорно, да? Love sends fear. Это абстрактные понятия. Будут использоваться без артиклей. Ну, так как здесь у нас местоимение no, оно в любом случае поглотило бы наличие артиклей. В общем, посмотрите видео. Накануне, думаю, не пожалеете. Песня действительно хорошая. И переходим, наконец-то, к повторению всех наших примеров. People need science to know more about the world they live in. Forensics is an interesting science. I'm struggling with physics, chemistry, and math. When I was young, I studied U.S. geography, music, and history. Biology is a science about life. Skating is Ant's favorite sport. Skiing is an Olympic discipline. I go jogging because I want to lose weight. I'm more interested in the shooting part of the biathlon than the skiing part of it. I like watching boxing on TV. English is the most spoken language in the world. Many Russian expressions puzzle foreigners. Spanish and Italian are easy to learn, especially one after another. French is considered to be a language of love. Chinese and Japanese are very difficult for Europeans to understand. A lot of people believe that there is no love without pain. Let's play chess. A sense of humor is a good quality to have. The only thing necessary for the triumph of the world is for a good man to do nothing. Philosophy is not easy to understand. И ваше домашнее задание, все примеры, которые мы с вами разобрали, на одном слайде обязательно сделайте их перевод, переведите их письменно, сверьтесь с предыдущим слайдом, сделайте перевод вслух, устный, запишите себя на диктофон, послушайте, как это все звучит, следите, чтобы не было больших пау, чтобы вы говорили слова правильно, ну и, естественно, чтобы все это звучало грамотно. Думаю, на этом мы с вами можем прощаться. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал OK English Elementary. Подписывайтесь на данный канал, на нем выходят уроки для новичков. Буду с вами прощаться, желаю вам всего самого-самого лучшего. I love you very much and see you next time. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok